ВЫСТРЕЛ В РУКАХ ПОВСТАНЦЕВ А Запад со столицей остается в руках Каддафи. Триполи сейчас как раз больше всего и бомбят. Там до сих пор сотрудники российского посольства и несколько бесстрашных журналистов. Одна из них – американка Пола Слиер, корреспондент канала «Раша Тудэ», который продолжает работать даже во время ракетных обстрелов. По другую сторону баррикад сейчас находится Марат Кремчеев, наш корреспондент, и оба они с нами на связи. Пола, добрый вечер. Вы слышите меня? Да, добрый вечер. Марат, вы нас слышите? Пола, прежде всего, днем рождения. Я знаю, он был у вас вчера. Спасибо. Хотя это не лучшее место для дня рождения, но спасибо. Это правда. Пола, насколько я знаю, вы одна из немногих журналисток, которые остались в Триполи. Вот вы можете нам сейчас рассказать, что там происходит, что в городе? Триполи сейчас фактически в блокаде. На улицах очень мало машин, люди не выходят из дома, магазины, банки закрыты. Судя по всему, через несколько дней в столице не останется топлива, и уже ощущается нехватка воды и продовольствия. Каждую ночь в столице бомбят, так что люди очень напряжены и напуганы. Большинство считает, что это будет продолжаться несколько недель, а возможно и месяцев. Марат, когда мы последний раз созванивались, связь прекратилась и были слышны выстрелы. Что же у вас там произошло? Ну, на самом деле, что у нас произошло, Вадим, мы сами поняли не сразу. На нескольких пикапах на центральную площадь, где мы находились, въехали вооруженные люди, вооруженные пистолетами, и, собственно, на машинах были пулеметы. Открыли стрельбу. Только потом народ понял, что стреляли в воздух. Народ начал разбегаться, и, как потом нам объяснили местные, оказывается, это каким-то образом оказавшиеся в Бенгазе наемники Каддафи, наемники из других стран Северной Африки. Пола, а жертвы среди мирного населения, несмотря на заявления этой огромной коалиции, они есть? Цифры есть какие-то? Цифры? Определенно есть жертвы среди мирного населения. По последним данным ливийского правительства, 114 человек погибло, и 445 получили ранения только за первые четыре дня бомбардировок. Но правительство не может точно сказать, какое количество погибших является мирными жителями. Мы также посетили морг, где нам показали более дюжин обгоревших тел. Все были мужчинами, и, опять же, мы не можем знать, были это солдаты или мирные жители. Слушайте, я сейчас слышу сирену. Это где, в Бенгазе или в Триполи? Сирены звучат здесь, у нас, в Триполи. Мы слышим их часто в течение дня, особенно, как я сказала, с наступлением ночи. Я не знаю, что там сейчас произошло, но могу сказать, что звуки сирен перестали быть чем-то необычным в столице Ливии. Марат, а что в Бенгазе окрестностях? Вот все-таки, что там происходит? Ну, сейчас, как таковых боев, вот сейчас послышались выстрелы, пока не могу понять, откуда, но, скорее всего, это народная полиция стреляет в воздух. Так, здесь сегодня отмечают победы очередные, которые происходят на Западном фронте. Как таковых, боев за Бенгазе сейчас нет, но есть бои за соседние города и отсюда, то есть Бенгазе это прифронтовая зона, отсюда мальчишки, юноши, здесь не работают ни школы, ни институты, с автоматами в руках вместе с другими мужчинами уезжают на Запад Ливии, где, собственно говоря, и воюют. В обратном направлении движется поток с ранеными, которых принимают здесь, в больнице в Бенгазе. Здесь им, собственно, оказывают помощь, здесь их оперируют. И гуманитарные потоки, гуманитарные грузы на Запад Ливии, где сейчас только что были бои, тоже идут, собственно говоря, из Бенгазе. Спасибо, Пола, будьте осторожны, берегите себя. Марат, спасибо огромное, и тоже будь осторожен. У нас на связи был наш корреспондент Марат Кремчеев, который сейчас находится в Бенгазе и журналист канала Russia Today Пола Сли. Новая информация из Ливии поступает почти каждый час, и, казалось бы, вот она, война онлайн. Что там происходит на самом деле, кажется, уже не понимает никто. Даже союзники и те не могут разобраться между собой, кто командует этой войной и кто из них в ней участвует. Всю неделю Марат Кремчеев и Пола Сли работали в Ливии по разные стороны линий фронта. Взгляд изнутри в одном репортаже. Едва взошло солнце, и этот отряд повстанцев на пикапе двинулся из Бенгазе на запад Ливии, туда, где теперь идут бои. На пятерых у них одна винтовка и один пистолет, да и то стрелять умеет только командир по имени Мухаммед. Всего месяц назад он работал парикмахером, но когда-то раньше служил в армии, поэтому теперь командует отрядом. И так выглядят почти все повстанцы. Воевать они идут голыми руками, но отлично знают за что. Больше никакого оружия не было. Это последнее, что осталось на складе армии Каддафи. Ничего, доедем до места, и наши братья нам помогут. Каддафи чудовище. Он издевался над страной 42 года. Сколько ни в чем неповинных людей он убил. Только в Бенгазе он убил тысячи. Он должен за это ответить. Сам Каддафи последний раз появился на публике около своего дворца. Он поступал с обращением к нации. 15-минутную речь транслировал государство телевидения Ливии якобы в прямом эфире. Полковник был невероятным зол и резок, назвал крестоносцами и нацистами, тех, кто посягает на его страну. Впрочем, многие говорят, что на самом деле за этой яростью сквозит отчаяние. Все больше слухов о том, что Каддафи готовит план отступления. Другие говорят, что он всерьез подумывает о суициде. Вообще, Триполи сейчас можно назвать мировой столицей слухов. Все уверены, что диктатор скрывается в сложном лабиринте подземных тоннелей. Когда нас отвезли к дворцу, мы увидели там руины и небольшую группу протестующих. Хотя нам говорили, что в середине недели тысячи людей пришли к его резиденции и встали живым щитом, чтобы защитить здание от авиаударов. Такие вот пристройки к шатру дворцы Каддафи бомбят теперь по всей Ливии. Но вот резиденция в Бенгазе, это учите, избежала. Оно и понятно, здесь от прежней роскоши остались только стены. В радиационном порыве отсюда утащили, кажется, даже унитазы. Каддафи здесь бывал? Нет, университет, университет. Теперь детей сюда водят как на экскурсию в музей. Тем более, что школы в Бенгазе все равно не работают. Одним словом, город на военном положении. Здесь рады, что авиация-коалиция наконец смешалась. И как только видят камеру, начинают кричать. Спасибо, союзники. Хочу поблагодарить Англию, Францию, НАТО и особенно США за помощь, которую нам оказывают. Мы никогда не забудем тех, кто помогает нам. Вот так, стреляя куда придется, на центральную площадь заехала эта машина с пулеметом на крыше. Потом в толпе начнут говорить, что это были наемники Каддафи, которые отступают, но почему-то не на запад Ливии, а на восток. То, что они смогли въехать в Бенгазе, неудивительно. Так называемая народная полиция выходит на улицы только ночью. После захода солнца Триполи снова начинает бомбить. Мы живем недалеко от дворца Каддафи, и здесь совсем рядом взрывы, огонь и дым. В ответ правительство обещало открыть склады с оружием, и тогда более миллиона ливийских граждан оказались бы вооружены. Правда, наверняка они хотели бы показать эти кадры на зарубежных каналах, а снять что-то такое нас пока не звали. На улицах, в принципе, не так много людей, однако демонстранты, которых я видела, все вооружены. Аллах! Аллах! И показывают журналистам, как тела мирных жителей, убитых во время авианалетов. С начала войны на востоке Ливии счет погибшим идет на сотни. В реанимации больницы скорой помощи в Бенгазе по-прежнему нет свободных мест. Украинский медперсонал, что работает здесь, часто принимают за русских, отношение к которым из-за того, что Россия не поддержала авианалеты на силу Каддафи, стало хуже не придумаешь. Украинцев спасает только уважение местных к профессии врача. Россиян в Бенгазе не осталось, эвакуировались. Могла уехать и медсестра Ольга Лаюц, но не хотела. В Ливии она уже 10 лет. Как можно оставить людей в такой беде? В госпитале Аль-Джаула в Бенгазе мы пытались найти другую украинскую медсестру Елену Алексееву, но, к сожалению, отыскать ее не удалось. В маленькой деревне по Черниговым весточке от нее ждет отец, Алексей Даниленко. Аленочка, родная, бросай все, бросай свои вещи, чемоданы, забирай подруг своих, приезжайте домой. Мы вас ждем. Все, больше не могу. Я сразу слезы на глазах, просто срывается. Сколько иностранцев сейчас в Триполи, точно не знает никто. У меня сложилось ощущение, что не больше двухсот. Посольство России планировало эвакуировать 64 россиянина, а также несколько украинцев и болгар. Но рейс в итоге отменили. Ливийское правительство не смогло гарантировать, что самолет взлетит и не будет сбит. Почти все посольства в Триполи закрыты, хотя российская опять-таки работает. Вообще, русским здесь рады, потому что Россия не поддержала международную операцию. И я тоже испытала это на себе, а вот съемочные группы Аль-Джазиры и Би-Би-Си тут ненавидят. На востоке Ливии авианалеты коалиции по обстанцам называют спасением. И это правда. Если бы французские ВВС не успели накрыть вот эту колонну танков, Каддафи почти стопроцентной вероятностью держал бы свое обещание и взял бы Гангази за 48 часов. До города здесь отдается всего-то 10 километров. Каждый день у этой разбитой колонны собирается стихийный митинг, и повстанцы стреляют в воздух, включают победу. Но за этой напускной бравадой на самом деле скрывается страх. Они благодарны Западу за помощь с воздуха, но опасаются, что начнется сухопутная операция. Но еще больше они боятся, что Каддафи вернет себе власть на востоке, потому что хорошо знают, если это случится, несмотря ни на какие его обещания, скорее всего, и ждет смерть. Субтитры создавал DimaTorzok